Егор, привет! Привет! Это большой подарок для твоих зрителей в майские праздники – выпуск «Черно-белого» подкаста. Начнем с Америки и с нашего любимого Джо Байдена. Он подписал закон, блокирующий деятельность ТикТок в США. Да, подписал такой закон. Для нас это, я так думаю, сигнал о том, что конституция, законы, традиции, может быть, даже понятия в США существуют до тех пор, пока это выгодно тем людям, которые у власти. Когда это становится невыгодно, то любой закон, любая конституция могут быть модифицированы, могут быть использованы, могут быть просто забыты, даже не использованы. В данном случае они, конечно, прикрываются формулой. Нам мешает присутствие иностранной организации в медиапространстве Америки, потому что эта организация финансируется и находится во владении враждебного государства, как я прочитал из их формулировок. Какое еще количество организаций в США являются компаниями или организациями, созданными и владеемыми Китаем или другими странами, сложно представить. Я думаю, огромное количество. Кого из них завтра коснется такой же закон, такого же Байдена или того, кто придет за Байденом, тоже представить сложно. Стоит ли иностранным предпринимателям вести бизнес в Америке, зная, что рано или поздно что-то подобное может случиться, тоже это вопрос открытый. Если посмотреть подробнее на то, чего же они опасаются или что для них является угрозой в случае с этим ТикТоком, то я для себя вижу две более-менее рациональные причины. Первое, они формулируют это как распространение этой платформой нежелательного или даже, я прочитал, вредоносного контента для граждан США. Возникает вопрос, что может быть вредоносным контентом? Это приложение ТикТок работает на платформе Apple Store и на платформе Google Store. Эти платформы внимательно следят за чистотой контента. Там однозначно нет порнографии, там нет призывов к терроризму, там нет призывов к войне. Это все фильтруется, как в любом другом приложении. Для этого не нужен закон Байдена, для этого не нужно выгонять компанию из Америки. Для этого достаточно классических средств фильтрации контента. Что же такое вредоносный контент? Чего они опасаются? Ну, я сделал для себя только один вывод, что они опасаются политической пропаганды. То есть они не хотят, чтобы в Америке была политическая, а именно прокоммунистическая пропаганда через платформу ТикТок. Про-трамповская? Я бы сказал прокоммунистическая, может быть, про-трамповская, но я думаю, что речь идет о политике. Да, может быть, про-трамповская, действительно, может быть, они опасаются вектора в сторону консерваторов, вместо того, чтобы был вектор в сторону демократов. Но это явно речь о политике. То есть это не вредоносный контент. Это контент какой-то оппозиционной политической партии. Когда что-то похожее происходит в странах третьего мира, типа, как это считается, например, Российской Федерации или какой-нибудь Аргентины, то там это называется давление на оппозицию. Когда происходит это в Америке, и политический контент блокируется массово, то это называется борьба с иностранным чем-то иностранным. То есть фактически ТикТок признали иностранным агентом. И не просто его признали иностранным агентом, а еще и выдавливают из страны. Если в России иностранного агента клеймуют, клеймят и ставят на него табличку, что он иностранный агент, то там, кроме таблички, еще и требуют выйти за пределы страны. Это первое. Вторая причина, почему они не хотят видеть ТикТок на территории США, они не имеют возможности контролировать, куда уходит информация о данных жителей, граждан США. То есть гражданин США пользуется ТикТоком, оставляет там свои пароли, комментарии, тексты, информацию о себе, фотографии. И все это попадает в руки китайских предпринимателей. А далее, как считает Байден и его команда, попадает в руки китайских властей. И дальше эти власти, будучи враждебным государством, могут эту информацию использовать. Видимо, американцы исходят из того, что власти другой страны действуют так же, как действуют и они. Как американские спецслужбы имеют доступ к Фейсбуку, имеют доступ к Гуглу, имеют доступ к Эппл-платформе. Так они подобные же действия, подобное же поведение, подобную же мораль и дисциплину они ожидают увидеть у своего политического конкурента, у китайца. Ну и, видимо, это дело хотят заблокировать. Тут я, конечно, тут больше логики в этом. Понятно, что они ожидают такого же далекого демократичного поведения со стороны Китая. В китайском режиме это можно предположить. Там все-таки коммунизм, там все-таки социализм, там диктатура и как это все называется, в их глазах. Но предположить то же самое в Америке, мы знаем Эдварда Сноудена и понимаем, что это именно так происходит в Америке. То есть они ожидают зеркального поведения. Подводя итог этой новости, мы можем сказать, что это как минимум странно, как максимум грустно наблюдать за тем, что происходит в США, в том мире демократии и свободы слова, о котором мы столько лет фантазировали. И интересно, что эта новость на фоне того, что в России тикток как раз снова начал свою работу. Ну что, продолжим про Штаты. Министерство юстиции США подало в суд на Apple, обвиняя компанию в монополизации рынка. Действительно, Apple монополизирует рынок, это не секрет. Действительно, Apple многие приложения блокирует, те, которые пытаются отобрать у Apple контроль за экосистемой. Действительно, Apple давит на приложения и на владельцев приложений, которые находятся внутри этой экосистемы. Мы чуть позже будем говорить об интервью Павла Дурова и о свободе слова. И он сам в этом же интервью говорил о том, что свобода слова имеет свои границы определенные. И эти границы устанавливаются в основном платформами типа Apple и типа Google Store. Google Store делает ровно то же самое. Но, видимо, те силы, которые стоят за компанией Apple, а это, если верить Михаилу Хазину и его книге «Лестница в небо», то это клан Ротшильдов, который стоит за компанией Apple, который ее покупал и который оттуда убирал Стива Джобса. Это все те люди, если верить автору этой книги. То, видимо, какой-то другой встречный, какой-то оппозиционный клан, видимо, стоящий за, может быть, компанией Google, а может быть, за вообще всем, за всей демократической повесткой американской, он пытается эту компанию расчленить, он пытается ее лишить контроля за социумом, контроля за массами людей. Это, наверное, правильно с точки зрения капиталистической формулы организации общества. Разделяй и властвуй, разъединяй, разобщай людей и таким образом достигай более высокого качества и социальной жизни, и бизнеса, и технологий. Конкуренция – это основа капиталистического мироустройства. Чем больше у нас будет вражды между компаниями, чем больше они будут конкурировать, чем меньше у них будет схожести, чем больше будет расхождений и разногласий, тем лучше для рынка, потому что ставка делается на жадность, на алчность, на конкурентность, на желание обогнать конкурента и забрать у соседа, присвоив себе. Это формула капиталистического существования. В социалистическом мире формула была пролетарии всех стран. Соединяйтесь, объединяйтесь, объединяйтесь в большие группы, создавайте большие государственные корпорации, создавайте большие крупные сообщества, которые будут идти к единой цели. В моем понимании было бы куда лучше, если бы в мире была одна фирма Apple и не было бы этой подделки, которую создала фирма Samsung в свое время вместе с фирмой Google, когда появился Android. Ведь сначала же не было Android. Была одна экосистема Apple, которую создали люди из компании Apple, работали над ней, вкладывались в нее. Потом была сделана копия, с которой, как известно, Стив Джоб боролся. Это его известные слова, что я готов в Третью мировую войну развязать. С теми, кто украл эту идею. Вот такие у него были слова, так он это видел. То есть он настолько был разочарован тем, что случилось, когда вся идея Apple экосистемы была украдена, была сделана похожая продукция, похожий продукт Android, который хуже, который менее качественный, который по формуле Microsoft сделан, когда все в едином хаосе сосуществуют, и нет никакого единого контроля этого всего. Нет качества, а есть количество. Ну вот мы имеем эти две экосистемы. И эти две экосистемы борются. Сейчас желание, давайте создадим еще третью экосистему. Давайте Apple разделим на две части. У нас будет Apple 1, Apple 2. А давайте создадим еще Google 2. У нас будет Google Store 1, Google Store 2. Android 1, Android 2. Разделяй и властвуй. Побольше хаоса, побольше неразберихи, побольше разного. Я все-таки за объединение. Давайте удалим этот Android вообще и сосредоточим все наши силы на создании более качественного Apple. Более качественного iPhone. Более качественного Apple Store. Из-за прозрачности этого Apple Store. Давайте сделаем так, чтобы правила, которые в этом Apple Store были написаны, это то, о чем говорил Павел Дуров в интервью. В интервью в том числе. Второй раз я уже отсылаю вас, зрители мои, к этой теме. Он говорил, что там правила написаны по одному, а интерпретируются по другому. В правилах сказано, что у нас свобода, и мы только ограничиваем террористический и порнографический контент. Но когда доходит до дела, то под террористическим контентом понимают все, что не угодно платформе Apple. И дальше спорить уже невозможно. Вот я за объединение, а не разъединение. То есть я за монополии и против антимонопольных законов. То есть то, что Министерство юстиции обвиняет Apple в монополизации рынка, это действительно так. И ты еще за то, чтобы это усугублялось. Вот эта монополизация. Супер, пошли дальше. FCC проголосовала за восстановление сетевого нейтралитета. Интересная информация, потому что этот сетевой нейтралитет был запрещен, по-моему, в 2015 году, во времена, я так понимаю, Трампа, если не ошибаюсь. Идея сетевого нейтралитета, для тех, кто, может быть, не в курсе, в том заключается, что провайдеры самостоятельно не имеют права, если мы за сетевой нейтралитет, фильтровать какой-либо контент. То есть провайдер интернета, например, МТС, не может ограничить мне, например, доступ к скачиванию торрентов, то есть ворованного кино. Если мы за нейтралитет, то провайдер самостоятельно такое ограничение наложить не может. И, в общем-то, никто не может, как я понимаю, если мы за нейтралитет. Но если мы против нейтралитета, то мы хотим ограничивать возможности и права пользователей сети. Торренты скачивать нельзя, майнить биткоин на каких-то сетях тоже нельзя. То есть есть какие-то ограничения, которые мы можем наложить на пользователей. Я думаю, что, если мое мнение на этот счет спрашивать, то мне кажется, что сетевой нейтралитет ведет к тайным и непонятным никому механизмам ограничения. Потому что не ограничивать нельзя. Невозможно себе представить сеть, в которой можно все. В первые же дни появления интернета и появления фидонета, мы вот несколько дней назад записывали интервью с Дмитрием Завалишиным, одним из авторов или одним из основателем российского фидонета, и он там упоминал эту проблему. Он говорил, что если нет модерации, нет фильтрации, то очень быстро любое сетевое сообщество и любая сеть превращается в помойку, из которой уже уходят те, кто там изначально находился, потому что им это нравилось. Остаются только те, кто использует не по назначению эти сети. То есть нам нужны механизмы мониторинга, нам нужны механизмы запретов, механизмы ограничения пользователей сети. Я за то, чтобы эти механизмы были прозрачные, понятные, за то, чтобы они были законодательно регулируемыми, за то, чтобы были правила, по которым мы работаем. Те люди, которые выступают за сетевой нейтралитет, на мой взгляд, это люди, которые хотят, чтобы был хаос, хотят, чтобы было вроде бы все дозволено, но в этой мутной воде можно будет ловить свою рыбку, можно будет свои регуляшнсы или свои запреты иметь, но при этом делать вид, что у нас сетевой нейтралитет. Ясно. Давай перейдем тогда к интервью Павла Дурова. Он дал интервью Такеру Карлсону. Да, интервью интересно. Я посмотрел все это интервью. Меня зацепили три момента, которые меня зацепили. Первое, он много говорил о свободе. Он говорил о свободе слова, свободе обмена информацией, и говорил, что мы главная платформа или даже единственная платформа, в которой существует свобода. Телеграм. Телеграм. Телеграм, да. Речь о Телеграме. И мы создали эту платформу, потому что нам хотелось свободы. У нас был ВК или ВКонтакте, как он назывался в тот момент. Нас душили, нам запрещали, свободу ограничивали, и мы решили, что нужно, наконец, сделать то, где люди будут свободными. И тут же, через две минуты, он говорит о том, что никакой свободы там не существует. И мы знаем об этом. Потому что он работает на платформе Apple Store. И он работает на платформе Google Store. И как только он заикнется о какой-то свободе, действительно, его просто удалят из Apple Store, и закончится весь его бизнес. То есть свободы в принципе быть не может. Возникает вопрос, зачем ты о ней говоришь? Зачем эти слова? Зачем этот популизм? Ну скажи правду. Скажи, у нас просто более быстрый, более удобный, более красивый мессенджер. Такой же, как все. Мы ничем не отличаемся от WhatsApp, или от Viber, или от Facebook мессенджера. Ну ничем. Те же технологии. Те же технологии шифрования. Те же методы. Ну все у нас то же самое. Здесь нет никакого изобретения. Мы не совершили в этой области. Мы просто сделали более качественный мессенджер. Вот и все. Вот вся его заслуга. Так же, как они сделали в ВК. Это был просто более качественный Facebook. Там же какие-то ключи шифрования. Такие же ключи шифрования в WhatsApp. Один в один. WhatsApp шифрует точно так же. Они не придумали технологии шифрования. Они не придумали методы криптозащиты. Они просто использовали существующие методы шифрования, применили их к созданию своих этих защищенных каналов или открытых каналов. Ровно то же самое делает WhatsApp. В WhatsApp принадлежит Мете, а Telegram не принадлежит. А Telegram принадлежит Павлу Дурову. Наверное. Мы сейчас перейдем ко второму вопросу. Кому он на самом деле принадлежит. Но меня вот возмутил тот момент, что он делает вид, что он продает свободу. На самом деле он продает просто удобный интерфейс. Удобные кнопочки, красивый интерфейс. Может быть, более быстрые сервера. Может быть, более качественно написанный софт. Стикеры он продает симпатичные. Это да. То, что в Telegram красивые стикеры, я думаю, что это является главным триггером его развития. Почему WhatsApp не сделал стикеры такие удобные, как в Инстаграме? Это огромный вопрос для всех. Если вы в WhatsApp добавите стикеры и добавите каналы, то получится Telegram. Значительно большая аудитория. Все. Ты сказал три момента. Теперь второй момент, что меня зацепило. Третий. Второй момент такой. Он говорит, что Telegram принадлежит мне, ему. Я единоличный владелец Telegram. И это значит достоинство этого всего. Но мы знаем, что в 2017 году в него инвестировали 850 миллионов долларов. В том числе российские предприниматели. 850 миллионов долларов ему дали, я смотрел ровно недавно, несколько российских предпринимателей в том числе. В том числе владелец вкусвилла, в том числе кто-то из Яндекса, по-моему, в том числе этот Усманов. Какой-то набор предпринимателей, которые дали ему огромные деньги. Инвестировали в его тон этот цифровой валют. Ну понятно, что куда деньги пришли. Он, конечно, их использует для развития. И Telegram в том числе. У него небольшая команда. Поэтому все эти деньги пошли туда. Он, судя по новостям, он выдал им конвертабл ноутс. Это такие облигации, которые они смогут конвертировать в акции этого Telegram в момент его IPO. В момент выхода на публичный рынок. То есть насколько он его, если он уже на почти миллиард долларов в 2017 году выдал обязательств. А в 2021 году еще на 1 миллиард он привлек инвестиций. То как это он его? Как он может быть его, если он уже почти 2 миллиарда взял в долг? Ну не в долг, а под конвертабл ноутс. То есть под обязательства, под свои акции, под свою equity. Ну вот это странно звучит. Зачем говорить нам то, чего нет. Ну и третий момент, который меня зацепил. Я уже немножко про него сказал. Он описывает оба своих продукта. И ВК, и Telegram. Как совершенно какие-то инновационные решения на рынке. Но я был свидетелем того, как создавался ВК. И я видел, как создавался Telegram. Это были копии существующих решений. ВК это копия Фейсбука. Один в один. Она даже цветовую гамму повторяет. Она даже дизайн повторяет. Вся платформа ВК, это была платформа создана во время роста Фейсбука. И во время уже наличия одноклассников. Это был просто yet another business. Какой-то инновации в этом смысле. И какой-то интеллектуального капитала. Я не пытаюсь преуменьшить его вклад, безусловно, в индустрию. Но нужно людям давать, мне кажется, честную картинку. Если ты хочешь людям помочь, не себя выбелить, не себя показать героям на белом коне, а помочь людям таким же, как ты, которые идут за тобой. И которые тоже хотят такой же успех. Хотят следующие продукты создавать. Ну скажи правду. Скажи, ребята, мы посмотрели, есть Фейсбук. Мы сделали копию. Такую же точно. И нужно при этом сказать, что были еще одноклассники. Было еще десяток других социальных сетей. Но мы были лучше. У нас сервера быстрее работали. У нас, мы по ночам сидели, не пропускали ошибок. У нас было ответственное отношение к делу. И тогда люди смогут скопировать эту модель поведения. А когда ты говоришь, вы знаете, мы изобрели социальную сеть. Никто не знал, как общаться в то время. И мы дали людям возможность наконец-то обмениваться фотографиями. Ну как человек это будет воспринимать? Он тоже должен создавать какой-то уникальный продукт. Хотя ваш успех, история вашего успеха совершенно другая. И то же самое с Телеграмом. Был WhatsApp, был Viber. Были уже существующие платформы для обмена сообщениями. Я ими пользовался в то время. И я помню, как появился Телеграм. Я тогда в Европе жил. Ко мне, я помню, подошел коллега, программист там, в Голландии это было. И говорит, а ты Телеграмом пользовался, видел такое? Ну я открыл. Он говорит, кстати, это ваши Russian people сделали. Ну я посмотрел, я говорю, а в чем разница от Viber? Тогда Viber был почему-то популярен. Он говорит, ну он там что-то шифрует как-то более интенсивно и быстрее работает. Все. Это было yet another messenger. Мы уже были с мессенджерами. Мы уже знали, что это такое. То есть вот эта вот попытка представить одно за другое мне не понравилась. Ну и конечно сумма этого интервью, мне кажется, что оно было записано с целью подготовки своего бизнеса к IPO, наверное. Или к какому-то дальше движению на американском рынке. Нужно было показать, что мы не русские. Мы от русских давно отмежевались. Мы тут в Дубае, в независимой стране, в свободной стране, где законы никого не касаются. Или что такое свобода, я так и не понял в его формуле, в его картине мира. И поэтому давайте нам еще денег. То, что мы брали деньги у русских, мы про это даже не скажем. То, что мы все скопировали, мы про это тоже даже не скажем. Мы классные, мы замечательные. Атакер поддакивал, сколько ему за это заплатили. И как это было организовано, остается только догадываться. Ну и также Павел Дуров анонсировал отключение телеграм-каналов для украинских пользователей. Да, это произошло буквально через неделю или через полторы после того, как он записал интервью. После того, как оно вышло. Ну вот вам свобода. Они будут делать то, что им скажет Apple Store. Они отключат российский контент для украинских пользователей. Потом они отключат украинский контент для российских пользователей. Они будут делать, что им говорят. У них нет никакой составляющей в области свободы. Они ни за что не борются, они просто пишут софт, который быстро работает. И на этом делают деньги. Всё. Причем зачем нужно говорить про свободу? Если ты хочешь свободу, тебя забанят через полтора часа. Ну сделайте свой телеграмм, копию и провозгласите, что у вас на вашем телеграмме действительно у вас там свобода слова. Вот я то, что напишу, то там и останется. Ну сколько вы в Apple Store продержитесь? Неделю? Ну пока вы маленький, у вас будет пять пользователей, вы там просидите неделю. Ну через две недели, когда через вас начнут продавать наркотики, на этом всё закончится. И продавать порнографию. И всё, вы больше не существуете. Хотя в Твиттере порнография покупается, продается, не покупается, но показывается, и она в совершенно легальном формате. Откройте Твиттер приложение и наберите в поиске по хэштегу любой ваш любимый контент. И вы увидите все фото, видео, что угодно. В Твиттере можно, а в других приложениях нельзя. Вот это вам американская свобода слова. Сделайте своё приложение, вы столкнётесь, попытайтесь повторить историю Дурова, впечатлитесь, воодушевитесь, его история, его интервью. Создайте свою платформу для подлинной свободы. И через две недели вы всё узнаете. По-другому посмотрите на интервью Дурова. Уровень рождаемости в США продолжает снижаться. Социальная такая новость, она попалась. Капиталистическая. Мораль другая. Мы друг другу не нужны. Мы независимые элементы. Мы каждый отдельная личность. Мы каждый имеет свои границы. Каждый любит самого себя. Это формула современного человека в западном обществе. И естественно, если каждый любит самого себя, то зачем надолго объединяться с противоположным полом и зачем кого-то, как следствие, зачем кого-то рожать. Причём там в этой статье, я почитал, написано, что рождаемость по-прежнему высокая или на тех же уровнях у людей более старшего поколения. То есть людям, которым условно за 30, они рожают на тех же скоростях, что и 20 лет назад. А молодые люди, которые воспитаны в этой новой идеологии, в идеологии я, я-центризма такого или эгоцентризма, мы получаем снижение рождаемости. Это логичный результат разобщённости индивидуумов. Это только в США или везде? Ну, сказано про США, но я думаю, что можно скопировать эту статистику на западные страны и на многие. Не нужны люди друг другу больше. Государство играет всё большую и большую роль в жизни каждого человека. Государство помогает людям всё больше и больше выживать. А скоро они ещё и введут вот этот самый UBI – Universal Based Income, то есть базовый универсальный доход. Деньги, которые людям будут платить вне зависимости от того, трудятся они или нет. И тогда вообще непонятно, зачем нужен мужчина женщине. Он больше не является добытчиком, источником ресурсов, он больше не является защитником, а для неё защитник государства. И то же самое можно сказать и про мужчину. Зачем ему женщина, условно как, например, в традиционных форматах, в виде хозяйкой очага, поваром или сиделкой возле детей, если все эти функции может выполнить государство, тем более получая от него, от этого государства, безусловный доход. Снижается рождаемость. Может быть, это и есть цель. Может быть, это то, чего хотят архитекторы западного общества. Снизить рождаемость, уменьшить количество людей на планете. И для этого давайте мы их разобщим. Давайте мы каждому дадим свой микромир. Каждый пусть живёт своей жизнью. Не жизнью социума, не в социуме, а против социума. Я против вас всех. Американская мечта – разбогатеть и больше никогда не работать. То есть закрыться от социума деньгами, получить эту защиту, получить обезличенный инструмент для самообеспечения. Деньги – это что? Это же обезличенный труд. То есть я не должен больше трудиться, а вы мне все должны. Вот у меня на счету тысяча долларов. Это значит, что вы все мне должны на эту сумму для меня потрудиться. Но что я для вас делаю или что я сделал, вы уже не знаете. Этот мой труд, который я вложил в эту тысячу долларов, он обезличен, он исчез. Вы его не осязаете, не понимаете, что же я для вас сделал для того, чтобы получить эти деньги. Apple сокращает производство ProVision в связи с низким спросом. По-моему, несколько выпусков назад мы рассматривали этот продукт ProVision. И мне кажется, я говорил, что я не вижу больших перспектив у этого решения. Я по-прежнему не вижу перспектив у дополненной реальности. Я думаю, что людям, массе людей, точнее, плебсу, который, собственно, является основным потребителем массовых продуктов, то, на что Apple делает ставку, нужна реальная реальность. Люди не хотят умнеть. Люди не хотят более сложных формул для жизни. Люди не хотят более сложной информации. Они не хотят более изощренных механизмов коммуникации с реальностью. Люди в массе своей движутся в сторону животного мира, на мой взгляд, сейчас. Мы глупее, у нас становится… С кем-то мы недавно записывали интервью тоже, и один профессор сказал, что по статистике наш интеллект, мозг среднего человека, по сравнению с мозгом человека 200 лет назад, значительно слабее. То есть мы сейчас соображаем хуже, мы запоминаем меньше, соображаем хуже, медленнее думаем, медленнее делаем выводы. Мы менее приспособлены к выживанию в среде, потому что нас многое защищает. Очень много инструментов защиты, которыми мы не должны уже даже напрягаться на их счет. То есть я не думаю, где взять питьевую воду завтра, я не думаю, где взять продукты питания, я не думаю, как мне не погибнуть, идя из дому на работу, и какими для этого навыками обладать. Должен ли я ножом уметь пользоваться, должен ли я с собой взять копье, все эти вопросы я не решаю. Ну и многие другие. И может быть поэтому мы немножко оглупели, даже не немножко. Я думаю, что мы будем продолжать двигаться в сторону потери этого интеллекта. А нам предлагается продукт, который требует большего интеллекта. Мы должны теперь видеть не человека перед собой, а что-то с дополненной информацией. Какая-то дополнительная информация будет в этом шлеме. Я буду видеть что-то еще, я буду нажимать какие-то еще кнопки. То есть мне для взаимодействия с внешним миром придется больше тратить когнитивного ресурса. Думать больше. Я не хочу этого делать. Я хочу попроще. Дайте мне лучше резиновую женщину. Это вот мечта большинства, а не виртуальная реальность. Дайте мне то, что проще, а вы даете то, что сложнее. И мы сейчас перейдем. Будет еще одна новость про мобильный телефон нового поколения. Мы увидим, что хочет человек. Я думаю, что это и будет так. Человек будет этого хотеть, и он должен этого хотеть. Мы разделяемся на два класса человечества. На класс людей думающих, на класс людей сложных, на класс людей образованных, на класс людей созидателей. И на огромный, значительно больший по размеру класс людей пролетариатов в плохом смысле слова. Это людей, которые живут в формате биомассы. То есть живут от начала жизни до конца, они не имеют никакой цели, они не просили, чтобы их рожали. Они не хотят жить, они не понимают зачем, они просто существуют как биоматериал. Их будет очень много, их становится все больше. И для них не нужны эти Vision Pro. Они не хотят Vision Pro. А та небольшая элита, которая хочет Vision Pro, и которая купила этот Vision Pro, там где-то в Калифорнии, в нем походила за, сколько он там стоит, 5000 долларов эти очки. Ну вот на эту элиту незначительного размера Apple, наверное, и продаст свои Vision Pro. Но потом прекратит это против продажи, потому что он же все-таки бренд массового потребителя. Мобильный телефон нового формата Rabbit R1 не оправдал ожидания. Вот это именно тот телефон, о котором я хотел сказать. Мне очень понравилась эта информация. Тоже прислал один из подписчиков мне в Telegram об этом. Попросил разобрать. Подписывайтесь, кстати, на Telegram, кто еще не подписался. Устройство небольшого размера, оранжевого цвета, с маленьким примитивным экраном, на котором нет цветов, на котором буквально две строчки. Одно большое колесо справа, которое нужно крутить. И весь этот кирпичик оранжевого цвета выполняет функцию телефона и функцию заказа такси и функцию заказа пиццы. Вот это наше человечество. Вот этого мы хотим. И это так и нужно, так и будет. В итоге телефоны разделятся тоже на два класса. У нас будут телефоны айфоны, сложные, с кучей функций, с приложениями, со всеми возможными наворотами. И у нас будут телефоны для второго класса людей, которым нужно заказать пиццу, вызвать такси и позвонить своим трем родственникам и сказать, что я жив пока еще и скоро приду домой. И, конечно же, эти устройства, пока он потерпел фиаско, негативные отзывы от экспертов, это первый шаг. Дайте еще год-два, и появятся телефоны качественные. Они будут маленькие. У них даже, может быть, не будет экрана вообще. Они будут с нами только разговаривать, потому что многие просто перестанут читать и писать. Этот самый второй класс людей, он будет необразованный в своей массе. И читать, писать будет сложно. Это будет только затруднять контакт с внешним миром. И людям будет хотеться только сказать и услышать ответ. Сказать и услышать ответ. И с развитием этих технологий обработки натурального языка, NLP, конечно, функционал этих устройств будет более чем достаточен для подавляющего большинства жителей этой планеты. То есть Vision Pro ты пророчишь угасание, а Rabbit R1 и его аналогом ты сулишь успешный успех просто через какое-то время. Так точно. Rivas анонсировал создание микропроцессора для искусственного интеллекта. Хорошая новость, интересная. Я также не думаю, что конкретно Rivas с конкретно этим процессором захватит рынок. Но тенденция интересная. Я думаю, что вообще специализированные процессоры, созданные специально под задачи конкретные, это будущее микроэлектроники. Я не специалист в микроэлектронике, но предполагаю, что то оборудование, то железо, которое мы имеем сейчас, Intel процессоры, все остальные процессоры, они создавались по принципам фон Ноймановской архитектуры 70 лет назад. Когда процессоры были маленькие, память была маленькая, программы были супер небольшие по размеру, и такая архитектура была удобна и достаточно в те времена. Но программирование ушло вперед. Появились нейронные сети, появилось функциональное программирование, появилось объектно-ориентированное программирование, появились базы данных, появились машин лернинг появился и так далее. Много чего появилось. А оборудование остается там же, более-менее. Да, у нас есть GPU, которые мы подкрутили и научились ими пользоваться с целью обучения нейронных сетей. Ну, немножко сопроцессоры появились, типа для вычислений с плавающей точки, это было давно, но они появились. Есть какие-то процессоры для, ну, какие-то, мне кажется, я тут сейчас не уверен, но есть микроконтроллеры, которые тоже в массовом порядке не используются, но в массе своей, по-прежнему в мобильных телефонах, в персональных компьютерах, мы по-прежнему имеем центральный процессор, ну, к нему еще графический процессор для работы с графикой. Но большинство других задач, которые нам тоже нужно решать, мы их как-то по-прежнему решаем классическим ассемблером, классическим способом переноса данных между регистрами и памятью. Я думаю, что нас ждет революция в этой области, рано или поздно. Будет какой-то новый, принципиально новый способ организации оборудования, организации этих чипсетов, так, чтобы и программировать стало удобнее и по-другому для этих микропроцессоров. Передачу данных с Voyager 1 восстановили путем обновления Земли. Да, это очень интересная новость, тоже спасибо телеграм-каналу, где мне посоветовали ее осветить. Что произошло, значит, для тех, кто не в курсе, в 1977 году, то есть 46 лет назад, НАСА соорудило такой аппарат летающий, назвало его Voyager 1 и на большой скорости выстрелило куда-то в космос. И вот этот аппарат с каким-то программным обеспечением внутри летит по определенной траектории, по своей орбите, пересекая нашу галактику, двигаясь по нашей галактике, делая какие-то замеры, измерения и отсылая эти данные обратно на Землю. А Земля ему передает тоже какие-то сигналы, которые, как они пишут, до него доходят в течение 20 часов. То есть ему отсюда посылают сигнал, он через 20 часов этот сигнал принимает. И вот что интересно, на этом аппарате по-прежнему находится то программное обеспечение и то оборудование, которое у человечества было 70 лет назад, 46 лет назад, в 1977 году. То есть там по-прежнему, как они пишут, программа написана на языке Фортран. Там 70 килобайт памяти для программы. 70 килобайт. То есть это очень маленький размер памяти, в который помещается та программа, которую написали в 1977 году. И вот эта программа стала барахлить, там у них какая-то память переполнилась. Если, конечно, это все не фейк-история, надо понимать, что нам говорят то, что говорят, но, возможно, там все совсем иначе. Так вот, память переполнилась, и поэтому он стал присылать сигналы, ну, условно, все нолики стал присылать, вместо того, чтобы присылать нам правильные данные. И это случилось 5 месяцев назад, еще в ноябре прошлого года. И вот они все эти 5 месяцев думали, что с этим сделать, придумали, как я понимаю, какое-то обновление программы, которое они отправили к нему туда, тоже на Фортране. Он это обновление каким-то образом там у себя разместил. И как-то там эта программа изменилась, что теперь память стала использоваться не вот так, а вот так. И памяти хватило. И благодаря этому он вновь начал нам присылать какие-то данные. Если все произошло так, как они рассказывают, то это, конечно, вызывает восхищение, что они в 77-м году понимали, что такое редеплоймент программного обеспечения, что, возможно, возникнет такая ситуация, когда нужно будет свою же программу поменять. То есть они предполагали, что будет механизм перезагрузки программы, что эта программа придет с земли в виде сигнала, он ее получит, он сам у себя изменит программу, станет по-другому работать, но можно только аплодировать этим программистам. Причем их там 4, судя по статье. То есть 4 человека занимаются этой программой на Фортране с 70 килобайт кода. То есть это можно, наверное, многим нашим программистам, которые сидят тысячами в современном мире программирования и пишут программы годами, которые значительно ниже сложностью. Вы должны понимать, что сложную и тяжелую программу можно написать четырьмя людьми, так, чтобы она вот так работала и умела такие вещи делать. Но давайте конспирологии добавим. Я думаю, что там многое придумано в этой истории. Я думаю, что, может быть, он и не стал никакие сигналы передавать, может быть, он просто перестал передавать сигналы в ноябре, но для того, чтобы сделать хорошее лицо при плохой игре, они 5 месяцев думали и в итоге придумали эту забавную историю, рассказали нам ее. А может быть, он по-прежнему так летит и ничего не передает. Это вполне тоже может быть. Но давайте будем позитивно на это смотреть и предположим, что это так. Тогда я как программист, мне очень интересно было прочитать эту историю, детали ее, про Фортран. Фортран 5 он называется, так я в названии увидел. То есть уже этот язык забыт. Представляете, эти программисты, они пишут на том, что им приходится программировать на том, что уходит в прошлое. И никаким образом то прошлое не вернуть. Они никак не достанут этот Voyager. Они никаким образом ему не... Ну, там написано, что они какие-то части на C вроде бы переводят. Но дело не в том, про Фортран там или C, а в том, что там процессор же, там, по-моему, он чуть ли не 12-битный или какой-то. Короче, ну, старый процессор, какой был в 77-м году. Такой они туда и поставили. И вот он летит, летит. Написано, что он должен закончиться, свой жизненный путь в 32-м году и исчезнуть, и раствориться в космосе. А мы все эти еще следующие, вот там, сколько там, 8 лет будем продолжать от него получать сигналы. Он там пролетел мимо Плутона вроде бы, пролетел мимо Сатурна, нам что-то сфотографировал. Он фотографировать тогда, я так понимаю, еще и не мог. Я думаю, это просто такие, ну, общие какие-то обзоры. Температуру он наверняка меряет, там, какие-то, может, световые лучи, их интенсивность. Там целый, на Википедии целая статья подробная. Ну, мне интересно, софтверная его часть была. Мне это выложило в открытый доступ Лама-3. Ну, это вроде бы произвело некий такой, некий шум на эту тему случился, потому что всем кажется, что, таким образом, многим кажется, что с появлением открытых моделей, типа Лама от Фейсбука, может серьезно измениться картина на рынке, на котором по-прежнему доминирует OpenAI со своим чат-GPT и со своей моделью GPT-4. Ну, во-первых, надо понимать, что это все-таки разного калибра модели. Лама-3 у нее 70 миллиардов параметров, у GPT-4, по словам этого Сэма Альтмана или по мнению людей около, один триллион параметров. То есть, как минимум, в 12 раз OpenAI по размеру превосходит Лама-3. Плюс мы не знаем, сколько было вложено в подготовку данных для тренировки модели OpenAI и какого размера эти данные. Все эти данные закрыты, мы не знаем, какие там датасеты используются для тренировки, их качество. Вероятнее всего, мета будет догонять это качество очень долго. Суммируя, я думаю, что нам бояться нечего. Рынок по-прежнему будет управляться капиталистами, людьми, которые вкладывали деньги и хотят получить результат. Идея, которая стояла за OpenAI с момента его создания и какое-то время. Идея, которая была сформулирована как открытый искусственный интеллект, который все человечество видит, все человечество понимает, как он устроен. Все человечество может помочь в его создании и пронаблюдать его развитие. Эта идея погибла в первые же годы после создания OpenAI. Он стал, как мы знаем, closed AI теперь. И от его openness кроме названия ничего не осталось, к сожалению. И, наверное, будет так и дальше. Я думаю, что это не будет открываться. Эти все модели будут увеличиваться в размере. С какой скоростью будут расти открытые модели, с такой же скоростью будут расти и закрытые. Если сегодня у OpenAI триллион параметров, то через два года у них будет три триллиона параметров. Мета в это время тоже сделает какие-то шаги, но они будут пропорционально росту OpenAI. Я лишь думаю, что эта вся гонка, она в итоге закончится тем, что OpenAI и подобные ему закрытые модели станут продуктом всеобщего пользования за деньги. Это можно сравнить с развитием интернет-связи в России или в Америке. Когда-то в первые годы появления интернета, подключение к интернету, это было то, что мог себе позволить только очень немногие. Я помню, как я платил за подключение к интернету 100 долларов в месяц. Для того, чтобы он мог скачивать со скоростью 64 килобита в секунду. Но сейчас это смешно, про эту скорость вообще думать. И тогда мы платили даже больше, по-моему, долларов 200 мы платили за подключение. 64 килобитное подключение стоило 200 долларов. То есть на русские, на сегодняшние деньги 20 тысяч рублей мы платили в месяц, чтобы у нас было тоненькое-тоненькое подключение к интернету, через которое открывались некоторые сайты и можно было почту скачивать. Сейчас это все превратилось, ну это копейки стоит. Сейчас подключение к интернету это сколько стоит? Там 3-5 долларов в месяц. И уже никто не считает это каким-то инновационным продуктом. Это стало продуктом общего пользования. Как вода в кране, как отопление, как электричество в квартире, как телевизор. То же самое произойдет через буквально лет 5-7. То есть вся эта гонка, она приведет к тому, что у крупных корпораций появятся эти большие модели. Супербольшие модели не будут нужны массовому потребителю. Средние модели будут нужны массовому потребителю. И мы к ним будем просто подключаться как к чему-то очень дешевому и понятному. Microsoft презентовала автодев, предлагая превратить разработчиков в супервизора. Расскажи разницу. Да, интересная идея. Я ее как раз тут скорее поддерживаю, чем нет. Я так понимаю, после прочтения короткой статьи на эту тему от Microsoft, что я как девелопер, как разработчик смогу в своем IDE формулировать запрос на то, что мне нужно сделать с этим кодом. Например, задача вполне конкретная, которая меня касается. У меня есть продукт на Java, который использует, например, JUnit 3, который я использовал 5 лет назад. Все 5 лет этот продукт никак мною не поддерживался. Я беру этот продукт, этот мой какой-то софт, и мне нужно перейти на JUnit 4, сделать это обновление. Это кропокливая ручная работа. Мне нужно зайти в каждый файл, в каждый мой юнит-тест и поправить там в нескольких местах несколько строчек. И таких у меня файлов, например, 100. 100 юнит-тестов, и в каждом месте мне нужно сделать одно и то же изменение. Крайне неудобно этим заниматься вручную. Они предполагают, что я открою этот автодев и напишу ему там английским текстом. Открой эти 100 файлов. В каждом файле найди такую-то строчку. Прямо русским языком буду писать, для английского языка. Найди такую-то строчку в каждом файле. Замени такое-то слово на такое. Потом поищи, вот если вы такие строчки встречаете, замени их таким-то образом. Вперед. То есть я дам некую инструкцию на понятном мне английском языке. И он дальше там внутри запустит целую цепь агентов внутренних. Один агент будет искать нужную строчку. Второй будет заменять. Третий будет смотреть, а получилось ли правильно заменить. Четвертый будет запускать этот, допустим, юнит-тест и смотреть, сработал ли он после этого. И в конце последний агент, например, будет мне это все суммировать и рассказывать, что у него на выходе получилось. Удобная штука. Вполне себе удобная. Вместо того, чтобы руками это все делать. Это здорово. Ну, это не то, что здорово, это логично. Об этом говорили многие, и это понятно. Просто ждали, когда это будет реализовано. Вопрос другой. Что мы дальше будем иметь? Какого программиста мы получим? Мы действительно вместо девелопера, который знал, как руками сделать изменения в каждой строке, мы получим супервизора. Который, как оператор вертолета, нажимает несколько кнопок, но он не знает, как внутри в вертолете этот мотор работает. Он нажал 10 кнопок, запустил, и вертолет полетел. Это даже не то, что оператор вертолета, а оператор автопилота в вертолете. Он говорит, лететь будем от Москвы до Саратова. И мы полетели. Как он летит? Ну, мы какую-то информацию получаем от автопилота, но мы не вмешиваемся. Вот мы будем, такие программисты, станем такими операторами этого автопилота. Наверное, это будет хорошо для большинства программистов. Но я думаю, что рано или поздно появится инструментарий, который будет защищать программистов от таких программистов. То есть тот код, который такие люди с этими автопилотами, эти операторы автопилотов или супервизоры, как говорит Майкрософт, тот код, который эти супервизоры напишут, он потребует особого внимания перед тем, как мы его примем, перед тем, как мы согласимся, что стоит его отправлять на Voyager. И перед отправкой на Voyager нам нужно будет не автодев, а какой-то контр-автодев. То есть какой-то проверятель, какой-то контролирующий что ли искусственный интеллект, который скажет, слушай, это вот написано искусственным интеллектом. И надо бы обратить внимание на эти места, на эти, на эти. Возможно, он здесь ошибся, потому что обычно искусственный интеллект ошибается в этих точках. Пока я думаю, что если разрешить программистам быть этими супервизорами, мы получим такое количество хаоса, что владельцы бизнесов взвоют, архитекторы начнут возмущаться, как сейчас возмущаются ученые. Вот я где-то недавно читал статью, буквально пару дней назад, где рассказывается о том, что количество статей научных, которые используют в своих текстах искусственный интеллект, в написании своих текстов, и это уже видно, их там уже какое-то там 5%, то есть огромное количество, ну это много 5%, и дальше их будет все больше и больше. И там в этой статье было рассказано, как определяется наличие текста, написанного искусственным интеллектом. И определяется по определенным словам. Оказывается, есть слова, которые этот чат GPT любит использовать, английские слова. Если он их использует часто в тексте, то это явный признак того, что это писал не человек. Ну, пока так, пока они так определяют. Но сейчас речь не о том, как определить, а о том, что мы имеем этот искусственный интеллект, и люди начинают бить тревогу. Это нехорошо для научного сообщества, если тексты научные пишутся искусственным интеллектом. Это вредит, на мой взгляд, всем. И также это будет вредить и программистам. Если вместо нас начнут писать роботы, то, во-первых, мы будем глупеть. Во-вторых, код будет с меньшей надежностью, потому что его никто руками не смотрел. И нужны будут какие-то механизмы защиты. Вот, наверное, над этим начнет скоро думать человечество. Пока мы все очень excited, мы все очень воодушевлены тем, что у нас есть искусственный интеллект, и есть отчеты, где рассказывается, что 25% программистов уже используют всевозможные копайлоты, всевозможные инструменты для авто написания кода. Я, с одной стороны, не очень верю в эти цифры, такие большие, потому что я пробовал несколько раз, у меня этот копайлот не получается использовать. Я его анинсталирую достаточно быстро, потому что он мешает, а не помогает. Но, видимо, есть какие-то 25% программистов с другим менталитетом, кому это нравится. В общем, у меня это вызывает тревогу пока, и не столько я воодушевлен, сколько обеспокоен. Выпускник КФУ разработал систему для диагностики инсульта и получил 1 миллион рублей. Новость, с одной стороны, позитивная, с другой – негативная. То, что выпускник разработал – это здорово, а то, что он получил 1 миллион рублей – это, конечно, стыдно. Но что такое 1 миллион рублей для потенциального стартапера? Как эта новость может вообще воодушевить других стартаперов, других программистов? Оставаться им в России и ждать, что им даст Минобразование, или кто ему дал этот миллион рублей? Или, может быть, ему чемоданы запаковывать и лететь в Калифорнию, и там получать хотя бы 1 миллион долларов на свой проект? Ну, грустно это, что вот такие микроинвестиции. Мы говорили на подкасте, на наших записях, на прошлых видео о том, что большая проблема, на мой взгляд, в России в том, что очень неразвита эта экосистема стартаперов, экосистема венчурных инвестиций. Понятно, что бизнесмены не хотят давать деньги в рискованные проекты. И, видимо, не захотят в ближайшие 40 лет, пока те бизнесмены, которые вышли из 90-х годов, не исчезнут с рынка. Потому что у них в голове менталитет, что я получу, менталитет быстрого возврата, менталитет рубль вложил, два забрал. А если я рубль вложил, и второй вложил, и третий вложил, и ничего не получил, и, может быть, получу через 10 лет 120 рубля что-то, то, конечно, ему эта философия не близка. И вот когда эти люди уйдут с рынка, тогда, может быть, у нас появится частный венчурный бизнес. Но пока, мне кажется, государство должно интенсивно в это дело вкладывать. И не миллион рублей ему давать. Или хотя бы не писать об этом. Вот они пишут новость о том, что они дали ему миллион рублей. Ну, кого это? Какого студента этого душевит? Он же миллион рублей заработает за полгода, будучи программистом, если он качественный программист, то он по 200 тысяч в месяц будет получать, и за полгода он получит этот свой миллион. А здесь же ему поддержку дали. То есть он должен взять этот миллион, и он должен за эти деньги построить стартап. Он должен сделать решение, он должен его внедрить, пойти в медицинские учреждения, показать, смотрите, какая у меня система диагностики, теперь вот вы ее используете. Он должен пройти какой-то процедуру лицензирования. Как он все это сделает за миллион? Какая-то насмешка над стартапером. Может быть, как раз из этой новости выходит следующая новость, то, что спрос на европейские ВНЖ среди российских айтишников резко вырос. Да, новость, наверное, они близки одна к другому, да, перекликаются. Действительно, отъезд высокий, ВНЖ они получают. Вопрос, что мы можем с этим сделать? Есть к этой новости, там я читаю эти более подробные детали, к этой информационной повестке. Я прочитал, что две трети, по мнению министра, две трети эмигрировавших программистов возвращаются или вернулись уже в Россию. Это действительно я могу на своем личном опыте подтвердить. Я вижу людей, которые сейчас проходят интервью ко мне, в команду. Люди, находящиеся за границей. Они находятся где-то в Швеции, в Германии, во Франции не было, но в Швеции, Германии, вот несколько человек и общался. Они говорят, мы уехали два года назад, сейчас мы хотим возвращаться. Я задаю вопрос, почему, но большинство из них детали не раскрывают. Говорят, вот не хотим больше здесь жить. Одного человека вообще мы наняли несколько месяцев назад, парень с девушкой, они вернулись из Германии и сказали, что здесь жить нам невыносимо, нам не нравится. Безусловно, идут в обе стороны движения, но ощущение такое, что в обратную сторону вроде бы больше. Мне так кажется. Судя по тем людям, с кем я общаюсь и с кем я работаю, если два года назад действительно с началом всех этих военных событий, действительно многие люди, я потерял несколько очень хороших ребят, очень хороших программистов, которые собрались и уехали. Но сейчас я вижу движение в обратную сторону. Сейчас никто не уезжает из тех, кого я знаю, возвращаются обратно. Но это ты видишь. А новости-то говорят обратные? Новости говорят, статистика говорит. Но там в той же новости сказано внизу, что две трети возвращаются. То есть новость такая, она с двумя смыслами. С одной стороны, да, на ВНЖ. ВНЖ получают, их количество этих ВНЖ увеличивается, с другой стороны, есть и возврат. Ну, я бы посоветовал тем, кто нас слушает, я бы посоветовал подумать дважды перед тем, как уезжать. Если вы собираетесь уезжать и получать там ВНЖ, и менять свое место жительства с России на, условно, Францию, ну, подумайте несколько раз. Мне кажется, что это... Два года назад у этого решения было больше логики и было больше смысла. Сейчас меньше. Сейчас такое ощущение, что сложности и беспорядков, и хаоса, и нестабильности в Европе будет больше, больше и больше. В России будет меньше и меньше. Если вы, как программисты, вам нужна именно стабильность, и вы хотите заниматься техническими вопросами, программировать и получать удовольствие от жизни, то такое ощущение, что сейчас в России это сделать легче, чем, допустим, в той же Америке или в Европе. И завершающая новость, такая жизнеутверждающая, Евгений Касперский представил работающий образец российского смартфона. Да, действительно, новость очень интересная. Хотя смартфон не был показан. Фотографии мы его не видели. Мы видели только фотографии самого Евгения Касперского. Телефон мы не видели. Но он... В новостях сказано, что этот телефон работает на полностью новой операционной системе. То есть это не копия андроида и не копия линукса, как там сказано. А это само по себе уже очень круто. Понятно, что этот телефон работает пока кое-как. Понятно, что там работает полтора приложения. Понятно, что он, кроме звонить и брать трубку, он ничего не умеет. Но это не так страшно. Важно, что пошли в этом направлении. Дальше будет версия 2, дальше будет версия 3. И через еще какие-то 5 лет, если это все не остановится, появится самостоятельная, отдельная экосистема для телефонов, созданных вот в России. Это здорово. Мне кажется, это классно. Если они еще сделают эту операционную систему открытой, если это будет open source, и если в этот open source будут привлекаться люди, если это все будет хоститься на гитхабе или на площадке, пока я за гитхаб выступаю, мне кажется, это все-таки номер один площадка. Если они смогут привлечь туда разработчиков со всего мира, то это очень круто. Своя операционная система и на работающем устройстве не демо-версия, а вот реальный продукт. И надеюсь, что у Касперского, у компании его, хватит сил выдержать и давление технологическое, и политическое. Я думаю, что мало кто внутри фирмы Google или внутри фирмы Apple с восторгом воспримет эту новость и будет помогать Евгению Касперскому. Наверное, ему будут мешать все-таки. Найдется много причин, почему эта операционная система не должна увидеть свет. Но надеюсь, что они выдержат и все получится. В общем, они молодцы. Гордимся. Да, всем спасибо, что слушали. Да, мы закончили. Иногда спрашивают, что посмотреть, что почитать. Но мне кажется, что я в своем телеграм-канале рекомендую видео, фильмы, точнее не видео, а фильмы. Подписывайтесь, смотрите там. Я стараюсь хотя бы раз в месяц давать какую-то рекомендацию на какой-то нетехнический контент. То ли книгу, то ли фильм. Приходите, подписывайтесь. Надо чаще. Да, будем стараться чаще. Ну и ставьте лайк под нашим видео и подписывайтесь на канал. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok